доброго времени суток дамы господа ну что вторая война в сезоне как прекрасно как хорошо не очень интересно то что попадаются союзы которые вообще не знакомы старая добрая наша третья ячейка где отдает того что ты не бьешь противника у него настакиваются ярости довольно таки более не бьют все мы прекрасно думаю уже знаем как убить китти китти кэти если так назову исправьте потому что реально кабан слишком быстро выкатил короче что мы делаем мы не парируем мы не крытуем и соответственно никакой сложности данный течение он не представляет конечно же всегда может быть пойти что-то не так ну и как мы видим принципе вот она это и не так усилок скажем так спасает меня до трех ударов и не такой большой а фулл урон принимаю удали я вижу на чемпионе поэтому играем только через развод тяжелый но и опять же тяжелый у чемпиона очень больно бьет поэтому здесь я просто импровизировал я просто отталкивался ситуации и честно не передать то чувство как у меня колотило сердце потому что первый бой первый бот и как бы тут же сразу смерть 2 вы серьезно кабам нет не хочу убирать поэтому тут уже от безысходности дала стрельбы как безысходности чтобы сбить как-то минимализировать и удары в плане того что сбить ярости поэтому и я думаю вы все прекрасно сами видите здесь что-то добавлять я же говорю я просто отталкивался от боя старался развить не тяжелую и тут уже принципе все таки убиваю дальше уже были такие лайтовые бои я затряс корга я за убил хавока на на гневе опять же на 28 ячейки дальше 38 до по моему 38 ячейка был и kingpin и и принципе kingpin а также тряс поэтому я думаю на моих боях сильно зацикливаться мы не будем и перейдем сразу к этой той самой новой рубрики дума на той же самой треть ячейки где от того что ты не бьешь противника на нем настакиваются ярости плюс еще здесь если ты даешь спец атаку то на противники появляется деление n-кин точнее дал 1 плюс n-ка дал вторую плюс n-ка я думаю все прекрасно поняли интересный бой я честно как бы когда смотрел думал что здесь может пойти не так потому что ну по факту все четко зная этого человека все как бы всегда у него под контролем но когда я увидел что дум дает вторую спец атаку и я просто был в ахере потому что это просто смотрите пух и нет архангела но потому боя думаю просто нужно было играть через первую спец атаку и максимально растягивать бой довольно таки много будет сегодня архангелов на мое удивление и я был колоссально удивлен как же вы хотите дрожь и как же вы любите архангелов мать вашу ну ладненько архангел с шершень 25 ячейка неудержимость уклонения вроде все очевидно вроде все легко и просто но мне одно непонятно зачем мать его на этой ячейке так много принимать спец атаки в блок ладно с домино удача неудача там повезло не повезло определенный момент и нельзя уклоняться ну шершень алло ребята шершень что в тут сложного но в данном случае элементарно просто напросто человек очень много принимает в блок и я поначалу думал из разряда зачем ты берешь архангела если ты не умеешь играть но нет человек человек чувствует тайминге человек возле стены уклоняется от тяжелый человек уклоняется от 2 спец атаки он как бы понимает как играть но я не единство не понимаю зачем так много принимать в блок тут же самую первую спец атаку которая очень сильно за решала в начале боя потому что если не ошибаюсь там штуки 3 1 спец он принял в блок ну я допускаю мысль что он стоял очень близко и отсюда чтобы не рисковать скажем так он лучше принимал это влог но это лучше сыграла ту злую шутку которая способствовала тому что просто напросто его забили скажем так забили в углу забили в блок и довольно таки принципе немного он пропускал лицо но тем не менее шершень здравствуйте до свидания следующий бой я сложно объяснить этот бой потому что здесь чемпион такое чувство как будто он просто играет за кого-то ну-ка чтобы вы поняли мою мысль как играет архангел париж тяж правильно нас ты кидываешь крови нас кидываешь отравы нейротоксин здравствуйте а здесь по факту я вижу что мало того что ты играешь против 2 у которых там скажем так определенное количество ударов до после которых нужно давать спец атаку так тому же здесь в начале боя сделаны были два тяжа потом последующим full серия и игра через первый спец окей может быть была настолько уверенность что торн очень легкие но честно мне немножечко непонятно то же самое без короче первая ошибка максимальное количество тяжи и 2 ошибка контрит спец атаку в том плане что смотреть на счетчик и тора накопление энергии чтобы вовремя дать спец атаку я думаю в этот момент у человека сердечко так застыло проблема сети ну а что поделать как бы нужно искать нормальный интернет но опять же получение в лицо и такие ошибки что архангел все равно даже с этими ошибками как бы убивает но несмотря на это болен я просто вижу что допущены ошибки очень много ошибок и вроде бы почти что бота убил но все равно все равно эти всего чего-то там не хватает следующий был опять за архангела ребята да да вы просто воеваете столько смертей и это все за архангела здесь что-то говорить я не знаю у человека наверное просто как бы его наверно отвлекли потому что другого объяснения нету бы это уже была ячейка и был уже бои все довольно таки легко и просто можно минимализировать удары и хит манки упадет но человек просто принял все удары в лицо можно сказать следующий бой я изначально первое мнение сделала то что человек не умеет бить руси потом знаете я к чему пришел то что уркой бить россию довольно таки неудобно потому что урка сжигает энергию не знаю как вы но я привык бить родину здесь просто элементарно человек побежал на него ты поэтому мир я просто хочу сказать то что банально не нужно сжигать энергию и просто full давить его и зажимать в углу ну приза просто тупо не поймал тайминг да и все следующий бой у нас клерка против новые и изначально конечно я когда просмотрел этот бой я немножко не поняла что тут что тут оказался у нас данный персонаж потому что все четенько все прикольненько чтобы и кому интересно это 29 ячейка где принципе ставят в основном таких более толстых более противных которые скидывают и т.д. и т.п. но я думаю нова он сложен тем что не все умеют уклоняться от второй спец атаки но как мы видим здесь красиво он сокращает дистанцию благодаря первый спец то есть когда он дает первый спец он успевает подбегать точнее кларк успевает подбегать до новой и тем самым ты сокращаешь спец атаку это довольно таки хитро не не так часто я вижу такие бои и вроде бы типа все понятно да ты как бы сбиваешь ты вроде бы как бы бьешь тайминги очень четко чувствуется здесь элементарно чемпион не пошел на перехват ну вроде бы ничего страшного еще больше плана хп 345 толстый чемпион атака отличная немножечко поспешил наверное занервничал и все элементарные все дополнительный урон нова как бы он могет следующий бой у нас бишопом и бишоп вроде бы до внешний чемпион но опять же те же самые тайминги на что меня дрожисты уверяют такие моменты ты отпускаешь тяж опять же вопрос здесь наверное раз 20 пересмотрел я увидел что элементарно человек не успевает в анимацию то есть он не успевает или поставить блок или сделать свайп точнее не блока сделать свайп и сделать тяжелую здесь не отпускание вот опять же он вроде только становится и дрожь тупо не успевает она не успевает сдать точнее встать в тяж и поэтому удар проходит скажем так ну и дальше ну я думаю просто-напросто не его день и просто не пошло потому что банальщина тут все очень просто следующий бой на за призу приза против корга все элементарно просто бьем через легкую и никакой сложности не будет но принципе как я давным-давно говорил на стримах то что боты очень стали жадные на спецатаку и стали хитрые в том плане что они переждают фазу от поверьте я часто хожу призой на зс и это просто меня выбешивает когда ты становишься фазу и бот просто убегать свою сторону в данном случае я думаю тут альтернативно то же самое элементарно корк не идет на перехват корк не идет в фазу и тем самым способствует тому что зажимается блок если честно пират когда корк зажал призу в стену возле стены я уже подумал что все до свидания но нет тем не менее корк скажем так дает шанс и спросив у человека что это было он сказал отвечаю я нажимал свайп назад поэтому поверим ему на слово что у всех бывает такое я жажал и соответственно ну видно что чувствует видно что понимает игру но элементарно в каких-то моментах каких-то нюансах чуть-чуть не дотягивает чуть-чуть не получается опять то же самое канитель поэтому две банальные ошибки следующий бой у нас магнит против фу магнит против галк против магнита я думаю что в этом сезоне довольно таки дофига будет галков я наконец-таки думаю все внимание спадет на каких-нибудь архангелов галков они с дрожи потому что в один момент очень сильно хейт или дрожь но тем не менее слава яйцам слава богу это у нас отошло отошло на какой-то второй план и ушел этот хейт поэтому эту войну мы выиграли выиграли по таймеру что на удивление впервой за мой такой короткий опыт жизни в мбч поэтому всех поздравляю с победкой надеюсь что будем дальше топить немножечко соберемся потому что первого была война такая прям очень офигительно а вторая война не знаю кто подросла без может выходные сыграли роль поэтому давайте мужики соберитесь знаю что посматриваете меня и будем рваться выше и выше всем спасибо за просмотр всем удачи удачи